Миша, а ты знаешь, какая мебель запоминается на всю жизнь? Я думаю, что мебель запоминается та, которую ты не покупаешь, долго на неё купишь и потом покупаешь, а та, которую ты сделал бережно и любя своими руками. А ты сделал что-то своими руками? Конечно. Я как настоящий мужчина на уроках труда в школе сделал целую табуреточку. Да ты что! Да, а ещё много лет назад я дома полочку повесил сам. Вау! Миша, памятник тебе поставить! Вот так, да. Кстати, наша Ира Ширшина тоже решила заняться мебелепроизводством, или как это правильно говорится. В общем, она отправилась на мебельную фабрику и решила сделать... Ну, я не думаю, что она смогла сделать что-то типа табуретки или полочки, потому что для Иры Ширшиной это как бы, ну, может быть, сразу и недоступно. А вот что у неё получилось, наверное, мы сейчас и узнаем. Да, давайте посмотрим всё это в постоянной рубрике «На свою голову». Всем самое доброе утро! С вами я, Ира Ширшина. Все мы любим поваляться на диване, посидеть за столом, но мало кто знает, как изготавливаются эти привычные нам предметы интерьера. Поэтому я на свою голову решила вам всё рассказать. Карина, генеральный директор мебельной фабрики. Здравствуйте, Карина! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша фабрика, что именно вы изготавляете? Наша фабрика на протяжении долгих лет занимается изготовлением мебели, элементов интерьера, лестниц, дверей и окон из массива древесины, а именно из хвойных пород и из ценных пород, таких как дуб, бук, ясень, орех, красное дерево. Поэтому я вам предлагаю пообщаться с нашим техническим директором Александром. Он вам всё покажет, расскажет. Но для того, чтобы приступить к работе, я бы вам рекомендовала поменять вашу прекрасную одежду. Да? Переодержаться мне надо всё-таки. Да, я думаю, что необходимо это сделать. Ну, давайте попробуем. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И вообще, что мы сейчас будем делать? Я даже не представляю, что это за штука. Для чего она нужна? Это заготовка на ступень. Заготовка на ступень? Да, сейчас будем строгать её в ресмус в размер. Во что? В размер. В ресмус? Да, это ресмус называется станок. Понятно. Станок ресмус будем... Калибровальный. Он делает заготовку в размер. Ага. То есть мы подбираем по размеру что-то? Да. Таким образом? Ступень строгаем в размер сейчас, да. То есть мы можем уже приступать? Можем. Только сначала каких-то безопасностей. А, ну, конечно, обязательно. Всё как надо должно быть. Не идёт, да? Нормально? Очень. Спасибо. Спасибо. Александр, я так понимаю, это и есть эта торцевальная машина? Торцовочная. Торцовочная, да. Вот. Давайте приступим. Давайте. Это было классно. Вот ровненько она такая получилась, да. Вот такая, почти. Это Лена Моляр у нас. Она мне сейчас поможет и подскажет, как правильно покрасить реальную вот лестницу, которую отдадут заказчику. Класс! Смотрите, она коричневая, реально. Итак, дело сделано. И самое время снять эту неудобную маску. Хотя, на самом деле, она очень спасала от ужасного запаха химии и краски. Лестница готова почти. Её остаётся только отлакировать. И такое вот чувство, что я что-то сделала своими немножко кривыми руками, но сделала. И кому-то домой действительно попадёт эта лестница. Друзья, самого вам доброго утра. Творите и получайте от этого удовольствие. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова